Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. С вами программа «Новый день» и мы продолжаем заряжать вас позитивом. Женя, вот ты умеешь петь? Ты не знала разве? Нет. У тебя же еще учеными доказано, что в мире есть три совершенных звука. Рейтинг такой. На третьем месте пение птиц, на втором месте шуршание банкомата, когда он выдает деньги, и самый приятный звук для человеческого уха – это когда я пою. Нет, конечно, я петь не умею, и если я возьмусь петь, то наши зрители отключат быстро, вот так вот вырвут антенну, но сейчас у нас будет в гостях девушка, которая по-настоящему умеет петь. Как много талантов у нас в регионе, но приятно, что некоторые таланты видим не только мы, видят все люди на нашем земном шаре. У нас в гостях прекрасная исполнительница классных песен Анна Першина. Анна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, вы к нам сегодня не с пустыми руками, как говорится. Да, согласна. Вы второй раз к нам пришли, и второй раз с хитом. С хитом, с хитом. Как называется ваша песня? Моя песня на английском языке называется Taste of Love. Вы по-английски все говорите, я думаю. Больше или меньше. Больше или меньше, более-менее, да. Так, ладно, вы поговорили по-английски, теперь для меня, для человека, который учил французский, переведите, пожалуйста, о чем песня, как называется и о чем она? Песня про любовь, песня про то, какая она бывает, когда мы не можем удержаться от какого-то порыва, когда мы подвержены страсти, и когда мы просто проникаем в эту страсть с головой. Вот. Анна, кто? Как у Артура Пирожкова, зацепи на меня. Да, да. Кто автор? Автор я и моя хорошая подруга Яна Чемусова. Мы пишем вместе. Я когда смотрел, был поражен, насколько качественно снято видео к вашему треку. Браво. И все очень спонтанно. Я просто набросала определенную картинку, которую я хочу видеть в конечном варианте. И у меня есть хорошая команда, которая работает со мной. Снимали ребята. Дарья Витошкина, Руслан Непалец, Владимир. Подобрались очень хорошие танцоры, вот, с которыми мы сделали этот красивый клип. А мне вот, Анна, интересно, вот вы лежали утром, проснулись, а не снять ли мне клип? Вот как идея пришла? Как пришла идея? На самом деле мы с моими подругами просто болтали на кухне и решили, а почему бы не снять клип? Вот. Вот такая простая история. Да, все, наверное, такие идеи рождаются из мелочей. Вот такие мелочи. А почему на английском языке и композиции? А почему бы и нет? А будут на русском? Конечно. Когда? Евгений. Как только будет, я расскажу вам об этом первом. Ну, а есть уже вообще какой-то план на будущее? Там, вот, я буду выпускать в месяц по треку или в конце года альбом? Да, нужно придерживаться такого плана, чтобы в идеале выпускать в месяц по треку. Но, я думаю, это самый-самый идеальный план, который может случиться. Возможно, он будет не таким, и, возможно, я не буду его придерживаться. Но план есть, и он в работе. Музу ждете или у вас есть какой-то алгоритм ее вызвания? Вся творческая работа, это в любом случае алгоритм запланированный. Конечно, муза есть, и вообще, в принципе, каждый день и каждое событие – это определенная муза. Можно это назвать как угодно. Но работать нужно много, и вкладывать свои силы, и себя тоже нужно много. Вот вы много работаете, а устаете петь? Бывает такое, что сцена надоедает? Нет. Прямо всегда с удовольствием? Да. Возможно, не самый корректный для вас вопрос, но очень интересно. А сколько стоит снять клип у нас в регионе? Сколько есть денег, столько и стоит. Это точно подтверждаю. На самом деле, да, все по-разному, и ведь это зависит полностью от тебя. Придумал ли ты сам сценарий, либо позвал кого-то еще. Как у вас происходило? У нас все происходило очень полюбовно. Вот. И какой странный вопрос, Евгений. Мне просто вот это очень интересно. Я просто собираюсь клип снять, я вот примерно подсчитываю. 3 700 мне хватит? Нет. У вас там масштабная команда, которая занималась танцами, как проходила? То есть это тоже, наверное, были сначала многочасовые репетиции? Да, конечно. Конечно. Конечно, профессионалы. Да, ребята суперпрофессионалы, я думаю, вы все их знаете. Постановщиком стала Евгения Бухарова. Она собрала ребят, классных танцоров. И мы с ними прям сразу в первый день, как только встретились, у нас с ними произошел коннект. И мы прям полностью понимали друг друга во всех движениях, во всех разговорах, как, что сделать. И у нас прям случился полный контакт. Аня, вы чем-то занимаетесь еще, помимо того, что вы, вижу, что очень творческая личность. Я думаю, что это большую часть вашей жизни занимает творчество. Но есть еще что-то, помимо творчества? Сейчас, сейчас мое время занимает только музыка и создание своих песен. Супер. Да, иногда я тренируюсь. Иногда. Но стоило бы это делать намного чаще, чем хотелось бы. Мне кажется, и не надо вам. А вот вокалист должен тренировать голос? Конечно, обязательно. Это как обычная мышца. То есть связки, это такая же мышца, которую тренируют. Это как шпагат. Если ты на него долго не садишься, все станет очень таким черстым. Также и связки. Нужно их обязательно. Ну, то есть у вас есть педагог или вы уже самостоятельный? У меня всегда есть педагог. Когда у меня есть какие-то вопросы, или я долго болела, и потом не могу восстановиться, я всегда иду к ней. Это моя любимая Елена Маркатюк. Она меня всему научила, и она меня поддерживает всегда, во всех трудностях и во всех начинаниях. А есть ли еще какой-то уровень развития, скажем, в голосе, чтобы достигнуть какой-то высшей ноты, октавы? Или вот здесь уже предел, и это максимум? Нет, предела нет. Голос безграничный. Если его тренировать, то можно делать все, что угодно. Аня, где, как снимали клип? Были какие-то сложности? Клип мы снимали, как бы это ни было странным, но мы снимали его в Байкал-бизнес-центре. Но об этом не указано в видео, и вы об этом никогда бы не узнали, если бы я не сказала. Мы никому не скажем. Да, пожалуйста, никому не говорите. Сложности были. На самом деле они не глобальные, но так как я придумала все в своей голове, и нужно было об этом донести всем, кто работал над этим проектом, Сложность заключалась в том, чтобы перенести картинку из своей головы на картинку на экране. Конечно, мне помогали ребята, которые снимали, которые занимались светом, но так как очень много нужно додумать, придумать, организовать, создать какие-то костюмы, Всех куда-то направить, потом собрать. И когда все это вертится в одной голове, наверное, в этом сложность. Но благодаря этому я поняла, насколько вообще один человек может сделать просто безграничное количество дел, и насколько он силен. Если отдавать свой проект какому-то другому человеку, конечно, ты ответственен за те действия, которые делает тот человек, которому ты это все передал. Но когда ты делаешь это все сам, ты понимаешь, насколько в тебе много вообще ресурса, и насколько ты можешь делать какие-то невероятные вещи. Получается, вы выступали в роли такого шоурайнера. Да, можно сказать и так. Это для меня было очень важно. Раз было так много как раз в сфере ответственности, как вы реагировали, когда люди не справлялись, когда люди вас не понимали, когда люди делали не так, как вам хочется? К счастью, такого не случилось. А вообще, вот вы могли так, чтобы жестко накричать, поругать? Да, я достаточно жесткий человек, понимаю, что если это мой проект, и я внедрила туда людей, я хочу, чтобы было так, как у меня запланировано в моей голове. У них было все согласно вдохновения, согласно вот этого желания Анны, поэтому у нее подобралась идеальная команда, идеальное место. Да, команда действительно подобралась идеальная. Обычно так бывает. И это замечательно, потому что работать с крутой командой, я думаю, вы все знаете, не понаслышке, что это очень круто. Здорово. Какие-то выступления на площадках городских планируются? С моими песнями. Если у нас будут какие-то фестивали, то я думаю, да, мы представим эти работы обязательно. Все, держим пальчики, чтобы побыстрее вся ситуация нормализовалась, чтобы мы встречались где-то на огромных площадках и слушали песни. А лучше, чтобы мы встречались где-то на просто номеровых площадках, мы просто смотрели по телевизору и говорили так. Ну, я знаю. Анна, спасибо вам за ваше настроение и за ту энергетику, которую вы наполняете нашу студию. Уверен, что она чувствуется и через экраны телевизоров. У нас в гостях была Анна Першина. Смотрите и слушайте ее на всех площадках.